Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В сегодняшнем интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким вы узнаете его не только как выдающегося конструктора, автора технологий Skyway, но также как успешного бизнесмена. С этой точки зрения он расскажет вам о своем видении развития нашего проекта. Естественно, мы развиваемся, развиваемся быстро и сейчас у нас четвертое поколение комплекса, не система, а комплекса, где есть подверной состав, где есть эстакада, есть инфраструктура, есть интеллектуальная система управления безопасности от всего комплекса. А сейчас мы делаем фактически 4 уже плюс и скоро перейдем в пятом поколении. А счет-то пойдет на рынок. И уже есть огромное количество и предзаказов, и заказов. Уже и заказов? Да, но я не могу это пока озвучивать. Поэтому то, что мы делаем и сделали, то, что мы сертифицируем, это идет естественно на рынок. Но как только мы это выпустили товар на рынок, любой товар, не важно, он уже мертвый, он уже по большому счету отстает. Но пока он продается, пока он реализуется, за это время надо улучшить этот продукт, да, сделать новое поколение и заместить старый продукт, который менее совершенен на новый продукт. И тогда можно перейдить конкурентов всех, да, и навсегда, потому что конкуренты копируют то, что видят. А мы-то видим дальше, и мы знаем больше, и делаем больше. И поэтому можно сказать, что мы в SkyWay опередили всех и навсегда. SkyWay, напоминаем, это не только элегантность конструкции, не только экологичность, доступность, но и комфорт, о котором Анатолий Эдуардович Юницкий расскажет вам сегодня так подробно, как никогда ранее. Есть в комфортности понятие плавности хода, это не мы придумали, это придумали же дорожники, и разработали математику комфортных колебаний, да, и ввели понятие плавности хода, down view. Вот эту работу я сделал 20 лет назад, когда была смоделирована неровность синсоидальная, и по этой неровной дороге едет транспортное средство, имеющее массу, имеющее подвеску, имеющее колесо и, более того, имеющее еще демпфер, без него движение не может быть комфортным. И есть определенные характеристики, допустим, статический ход подвески, масса и так далее, да, высота неровностей, амплитуда, это амплитуда, длина волны, это, в данном случае, пролет, да. И есть формула плавности хода, вот она, она достаточно простая, W равно 2,7 на коэффициент, корень десятой степени из амплитуды в кубе и частоты колебаний пятой степени. Да, простейшая формула, я вижу. Да, достаточно простая формула. И зная амплитуду колебаний, зная длину волны и частоту, мы можем определить параметры плавности хода. И есть требования к плавности хода, когда очень хорошие, ну значение параметры W очень хорошее, это двойка, 2. Это ощущение, когда ты сидишь на диване и смотришь телевизор, примерно такие. И есть предельный для человека с филологической точки зрения W равно 4,5, когда человек просто или в больницу попадет после езды или умрет после, да. То есть вот диапазон 2, 4,5. И мы, естественно, делаем путевую структуру, чтобы у нас было минимальное значение W, чтобы комфортность была высокой, выше, чем на железнодорожье. И вот эта плавность хода зависит еще не только от частоты, от амплитуды, но еще параметров подвески и, в частности, статический ход подвески. Это значит, когда даешь нагрузку, она сжимается на эту величину, ну полу нагрузку. И поэтому мы исследовали план исхода для неровностей в широком диапазоне, для длины пролетов, ну длины волны тоже в широком диапазоне от 10 сантиметров до километра. Это микронеровность на рейсе, да. Ну и километр — это пролет большой, километровая длина. И жесткости подвески от нуля, когда нет подвески вообще, до статического хода в один метр. Ну вот таких подвесок нет, но тем не менее это будет самый плавный ход, когда такая подвеска. Посмотрите, там по нагрузкам она не сжимается, да. И если говорить о вот прогулочной трассе, там пролеты 40 метров. Поэтому я открываю вот, ну могу графики показать. Для разных скоростей, разным цветом, это разная скорость движения. Ну 10 метров в секунду от 15 метров в секунду до 140. Ну то есть где-то до 500 км в час. И когда у нас ход подвески от 10 миллиметров до 1000 миллиметров, а есть допустимые величины неровностей, чтобы получить нужный план исхода. Я вот открываю сейчас таблицу. Я отвечаю всяким троллям недоброжелателям. Кто-то там дорога кривая. Да нет, это все сделано осознанно. Вот такие неровности, чтобы изучить соответствие вот этим требованиям. Так вот я беру W2075, это очень хорошее, это лучше, чем на же дороге, допустим. Вот еще у нас там подвеска, статический ход. При малых скоростях не нужна мягкая подвеска, она даже будет хуже работать. Там 20 миллиметров в ход подвески. И скорость я беру 90 км в час, это 25 метров в секунду. Вот неровность, допустим, 113 целых 70 на сотый миллиметр. Поэтому если если синусоида неровность будет меньше этой величины, то план исхода будет лучше, чем на 275. Это лучше, чем на железной дороге. У нас там неровности меньше под нагрузкой. При этом мы специально делаем противовыгиб, чтобы это изучить. Правильно ли я понимаю, что сейчас будет противовыгиб после реконструкции? Да. Это тоже осознанно делается, чтобы уже другую сторону изучить. И тут еще что важно помнить, это же это делается потому, что у человека есть физиология. Мы же не дрова возим и не руду. И есть комфортные частоты колебаний, есть комфортные амплитуды колебаний, которые в одном случае это не вызывает никаких ощущений, в другом случае это очень тяжело воспринимается и даже может привести к болезням. И если говорить, допустим, о физиологии человека, который идет, то ведь все знают, что когда мы идем, голова и туловище колеблются. Причем на 50-60 миллиметров и это делается пару раз в секунду. То есть 2 герца частота. А это такие частоты примерно, как и у нас при скорости определенной на этой трассе. которую мы сейчас реконструируем. То есть там подобрана частота этих колебаний, неровностей, как при ходьбе. И колебания такие же амплитуды, как при ходьбе. Ходить очень полезно. Все это знают, как и бегать. Поэтому мы даже изучали и изучаем физиологические последствия, либо благоприятные, либо неблагоприятные, когда мы фактически при езде на юнибайке моделируем ходьбу и реезду на лошадь. Ведь на лошадях даже лечат, когда некоторые болезни, всадник, который едет на абсолютной скорости, он даже лечится от ряда болезней. Потому что это полезные колебания. Как по амплитуде, так и по частоте. Поэтому вот что мы изучали. А не просто мы не знали, как построить. Это было сделано осознанно. А сейчас, когда мы уже пускаем более тяжелую машину, то мы покажем, что будет противовыгибная, а не ямка. Будет бугор определенный. — Который будет выравнивать это тяжелое. — Да, предвижение. И опять же, это все можно регулировать в разумных пределах, чтобы понять, что лучше, что хуже. Сделать абсолютно жесткую поверхность катания, ну, да, путевую структуру — нет проблем. Просто трасса будет в 10 раз дороже. — Скайуэй — это разумность и достаточность во всем. Ибо чрезмерное неразумное потребление и привело нашу цивилизацию к тому пределу, у которого она стоит сейчас. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. Поддерживайте наш проект. И вам всегда будет комфортно не только путешествовать, но и жить, поставив перед собой благородную достойную цель. Строй Скайуэй! Спасай планету! Спасай планету! Али… Игорь Зинья… Продолжение следует...